Очередной ракетный удар по Украине. Пока украинцы отходят от недавнего массированного обстрела и ликвидируют последствия, РФ уже начала готовиться к очередному удару. И как заверяют в разведке, оккупантам необходимо ровно неделя, чтобы все подготовить. Мы понимаем, что периодичность примерно неделя плюс. Это то время, которое им нужно, чтобы подготовиться к новой массированной атаке ракетами. Украина, в свою очередь, готовится к более эффективной работе противовоздушной и противоракетной обороны. По словам Юсова, россияне пытаются методично реализовывать террористический план, чтобы принудить Украину к переговорам. Нас пытаются сломать, погрузить в темноту и холод в периоды войны и заставить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится. Главное управление разведки Минобороны прогнозирует, что россияне и в дальнейшем будут наносить массированные ракетные удары по Украине. Ракетные удары остаются единственными, что Россия может применить. Кошмарить Украину, кошмарить всех нас. Поэтому Украине необходимо максимально подготовиться. Что же реально сделать за эту неделю? И как может подготовиться к очередному ракетному удару Украина? Противовоздушной обороны никогда слишком много не бывает. Очевидно, она нужна сегодня Украине. Сейчас после последних массированных ракетных ударов по Украине мы видим, что практически больше чем 80% ракет мы сбиваем. Но эти 10-15% они долетают и поражают объекты инфраструктуры и мирное население. Поэтому мы должны и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону. И это четко понимают наши партнеры, наши союзники. Что за это время могут дать нам партнеры? Какие системы необходимы Украине еще, чтобы эффективней закрыть небо? Как заверяют эксперты, у РФ на исходе запасы высокоточного оружия, но достаточно других боеприпасов, особенно ракет С-300. Главную угрозу они представляют для прифронтовых городов – Запорожья, Харькова, Николаева, Херсона. И каждый день Украина работает над защитой гражданской инфраструктуры и мирного населения. И просит партнеров активней помочь закрыть небо. Мы знаем и видим, что запасы ракет уменьшаются. А значит, Россия будет применять их по конкретным целям. Сегодня обеспечить четкий и надежный противоракетный щит для Украины – это проблема номер один. Является одной из важнейших сегодня. Поэтому это вопрос только времени, логистики и доставки этих комплексов. Украина уже давно просит у партнеров американские комплексы «Патриот». И первое о них для Украины заговорила Польша. Топ-политики Польши попросили Германию поставить Украине те «Патриот», которые предлагались самим полякам. Поставить их Украине выгодно для поляков после инцидента в Пшеводове. После новых российских ракетных атак я попросил Германию передать батареи «Патриот», предложенные Польше, в Украину и развернуть их на западной границе. Это защитит Украину от дальнейших смертей и обесточивания и повысит безопасность на нашей восточной границе. По словам спикера воздушных сил Юрия Игната, «Патриот» могут действительно укрепить украинскую ПВО и защитить Европу. Ведь у «Патриот» серьезная дальность, и они способны поражать баллистические цели. Поможет, конечно. Более 100 километров работает комплекс. Это будет мощная система, которая сможет в радиусе вокруг себя обеспечить прикрытие воздушного пространства. И он ведь не будет сам стоять. Он усилит существующую систему ПВО, которая у нас сегодня есть. Комплекс «Патриот» — американская система ПВО. Впервые были развернуты армии США в середине 80-х. «Патриот» состоит на вооружении более 10 стран мира — США, Израиля, Германии, Испании. Его роль — защищать от воздушных и ракетных угроз в составе интегрированной системы ПВО. В зависимости от модификации комплекс способен прикрывать радиус 100 и больше километров и сбивать баллистические ракеты в зоне 15-20 километров. «Патриот» применялся при войнах в Персидском заливе в 91-м, Ираке — в 2003-м, Сирии — с 2014-го, в Йемене — с 2015-го. В частности, их использовали для защиты от иракских баллистических ракет Р-17 «СКАД». Сегодня в Украине эффективно работают поставленные комплексы на «САМС» и «АРИСТЕ». Но они работают по аэродинамическим целям. А «Патриот» мог бы сбивать баллистические ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Но в Минобороны Германии заявили, что системы ПВО «Патриот», которые немцы были намерены передать Польше, предназначены только для стран-членов НАТО. Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт. Эти «Патриот» являются частью встроенной противовоздушной обороны НАТО, а это значит, что они предназначены для развертывания на территории НАТО. По ее словам, любое возможное использование американских ЗРК не на территории стран-союзников потребует обсуждения между странами Альянса. Но Украина не отчаивается и ожидает на позитивное решение от партнеров. Верим, что скоро «Патриоты» таки будут в Украине и обязательно закроют наше небо. Субтитры создавал DimaTorzok